Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я хотел бы вам показать небольшой гайд о том, как можно попробовать исправить ошибку с читом, то есть он у вас вылетает или не хочет работать. Можно попробовать это исправить, конечно же, если получится. Некоторым из чата в моем телеграм-канале данный способ помог, именно третий способ, но к нему мы чуть позже вернемся. Начнем с первого способа, что можно попробовать сделать. Это самый банальный простой способ. Полностью удаляем чит и скачиваем его, получается, заново. Смотрите, как его полностью удалить. На скачанный чит нажимаем правой кнопкой мыши, далее заходим в расположение файла и здесь вот эти все файлы удаляем. И далее заново скачиваем. Это вот самый простой способ, самый банальный. А также, кстати, перед тем, как скачиваете чит и используете, обязательно нужно отключить антивирус. У меня вот антивирус от 360, здесь мне просто достаточно выйти и все. И чит у меня, то есть античит отключается. Далее вы, получается, скачиваете, устанавливаете чит. Чит по прошлому видеоролику, который я снимал, показывал, как это все нужно делать. И теперь переходим ко второму способу. Далее, после того, как вы скачали чит, что можно попробовать сделать? Допустим, чтобы, получается, инжектился ко всем режимам. В прошлом ролике я немножко неправильно сделал то, что я заходил, получается, в Roblox через браузер. Но по-правильному считается заходить через приложение на рабочем столе. То есть вот через это. Смотрите, мы заходим. Вот, зашли. И давайте я сразу сейчас открою, включу чит. Чтобы вам показать то, что это лучше работает, чем я бы заходил через браузер. Кстати, он у меня автоматически обновился, как видите. Последнее обновление было вчера. До этого, вроде бы как, он автоматически не обновлялся ни у кого. Но, видно, разработчик в последнем обновлении сделал так, чтобы обновления были автоматическими. То есть это большой плюс. Далее нажимаем старт. Так, отлично, чит у меня уже загрузился, появился. И пересмотрим. Допустим, получим вот этот скрипт на BrokeHaven. Скрипты я, кстати, вчера выкладывал, так что должны работать. Вот этот скрипт, мы его копируем заранее. И далее заходим в BrokeHaven. Так, он у меня здесь где-то должен быть. Что-то я его не вижу. А, вот, все, нашел. Отлично. И смотрите, когда вы заходите, получается, в режим, у вас здесь справа, в нижнем углу, ну почти в нижнем углу, должна появиться иконка и написано Inject. Вот, как видите, у меня это появилось. Отлично. Значит, чит у нас получается заинжектироваться к режиму и, естественно, работает. Далее, после этой иконки с инжектом мы вставляем скрипт в чит и нажимаем кнопочку Run. И ждем, пока загрузится сам скрипт. Это занимает буквально тут пару секунд. Ну, либо пару десятков секунд. В принципе, не так уж и долго. Так, и... Где скрипт? Почему он не появляется? Так, а может быть, вот эту A надо убрать? Давайте еще раз попробуем. Ну-ка. Странно. Почему-то не работает. Может, я неправильно скопировал? Давайте еще раз попробую. Так. Вот сейчас, походу, уже у меня какие-то ошибки пошли. Вчера, если честно, у меня все работало прекрасно. Не знаю, почему сейчас не хочет запускаться скрипт. Я не думаю, что его так быстро пофиксили. Ну, ладно, допустим, давайте попробуем зайти в другой режим. Посмотрим. А, нет, не будем заходить. У меня тут еще есть скрипт на WorkHeaven. Давайте его тогда получим и посмотрим, запустится он или нет. Но вот этот уже 100% должен запуститься. Так. Давайте смотрим. Проверяем. Надеемся, что запустится. Так. И... Ну-ка. О! Все! Отлично, этот скрипт появился. Получается, скорее всего, тот скрипт довольно быстро пофиксили. Потому что я его только буквально вчера выложил, но он почему-то не загружается. Как-то странно. Но этот появился, как видите. То есть, все отлично. Вот. Этот способ, получается, второй, который я сейчас вам показал. Он помогает заинжектиться, получается, к любому режиму в Роблоксе. Вот. Так что обязательно заходите через приложение на рабочем столе. Идем далее. Последний способ. Это у нас третий способ. Это получается обновление драйверов. То есть, можно их попробовать обновить. И возможно, что вам это поможет. Значит, переходим по первой ссылке. Если что, это официальный сайт Microsoft Store. Так что можете не переживать. Сразу у нас скачивается файл. Отлично. И давайте сразу установим другой. Дальше переходим по этой ссылке. И здесь вот нажимаем кнопочку скачать. Вот первую. Вторую нам не нужно, потому что это для Windows 8.1. Так, все. Второй файл у нас скачивается. Отлично. Далее получается, мы заходим в загрузки. Сейчас ждем, пока он установится. Все отлично. Далее запускаем. Здесь нажимаете на галочку и кнопочку установить. И у вас, получается, обновляется драйвер. Который может влиять на работоспособность чита. Ну и всех других остальных приложений. То есть, в целом это может помочь. Я устанавливать не буду, потому что у меня, как видите, все работает. А то вдруг там все собьется. Так что не буду этого делать. Но у меня драйвера тоже обновлены. Я их обновлял где-то либо год, либо два назад. Вот из-за этого, возможно, у меня все работает. И следующее приложение по установке. Это у нас Microsoft Net Framework. Здесь нажимаете «Да». Там что у вас появляется в табличке. И здесь сразу уже начинается, получается, обновление. Либо установка этого драйвера. Если вдруг у вас его нет. Но я отклоню, потому что у меня он тоже обновлен. И все прекрасно работает. Вот. Как-то так. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился и помог данный видеоролик и способ по устранению ошибок в чите, поставьте лайк, пишитесь на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Избан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.